и запирал бы микрофон и прочее, 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 то, короче говоря, одной аналитикой спортивный комментарий не вывести. Это моё личное мнение для всех, кто, кстати, планирует начинать комментировать, кто думает. Надо грув иметь. Есть в музыкальном... в музыке есть такая вещь, как грув. Это то, что не даёт тебе растеряться, то, что не даёт тебе там с мелодии спрыгнуть, то, что как-то постоянно тебя подначивает слушать дальше, 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 дальше. Когда сонный порошок сыпется в уши, извините, любая аналитика, она меркнет на фоне того, что мне хочется спать, как зрителю, так что извините. Ну всё, ребят, да, вы, кстати, все, кто зашли, не забывайте, нажмите follow, а дальше там, куда вам хотите идти на официальный, идите на официальный, оставайтесь. У меня буду рад, в принципе, каждому. Тут и письки разрешены, и никто вам слова кривого не скажет, потому что просто в чате не увидят это, чтобы вам ответить. Ответ вы не увидите там. Ну что, Клауда, выигрываю трёшку уже по голде, они по экспириенсу тоже вышли вперёд, как это неудивительно. Ну и вроде как наладилась ситуация с интернетом. Тринадцатая минута. Ну и, я думаю, скоро настанет время модного приговора. Посмотрим, кто во что одет, какие шмотки у кого появляются, и поймём, как вообще реализовано преимущество одной и другой команды. У Гирокоптера уже есть ОгрКлаб под БКБ, также у Тернал Энви. Готов Драма Фендеренс. Ну, в принципе, всё хорошо у Бон Севена. Не так печальная ситуация, как в прошлом матче. Ну, пока тоже не блещет особенно. Пятое место по Нетворцу у Бон Севена. У него уже есть Пауэртретс. У него 1600 на руках. Так Бон Севен куда пошёл? На Фонтан пошёл Бон Севен. Окей, окей, иди. Так, Фата меня ещё интересовал. Фата забил вообще на приобретение Бладстоуна. Точнее, не забил полностью, но, думаю, отложил ящик всю эту ерунду. Фата приобрёл себе Блинк Даггер. Ну, это одна из, в принципе, топовых тенденций. Если команда давит, если коллектив постоянно навязывает драки самостоятельно, то вот такие агрессивные артефакты, они, скорее всего, и будут появляться. Как только начнут терпеть, как только кто-нибудь начнёт там насасывать плотно, сразу начинают появляться Блэкинг Бары, там появляются какие-то сейвовые варианты на ХП, на ДФ. Начинают думать. Ну, то есть, гром грянет, мужик перекрестится. Ну и вот такая ситуация. А если прёт игра, если по фарму лучше идут дела у коллектива, они начинают покупать врывные какие-то артефакты, чтобы, в принципе, давить географически соперника, чтобы выдавливать его с позиции фарма, чтобы драки организовать так, как доминирующему коллективу необходимо. Ну, чтобы как бы бомжи голову не поднимали, по большому счёту. Ну и что? Полторы тысячи на руках у Гирокоптера после приобретения Огрклаба. Здесь, в принципе, must have БКБ. Ничего удивительного. Бон Севен нашёл себе лазейку какую-то. Пошёл фармить вражеский лес. Ну, где-то на линии реки. Дальше, по идее, Бон Севен умерять и смысла не будет. Если здесь поднимает до Даггера необходимую голду, то, по идее, Бон Севен может успокаиваться. Ну, может быть, пачка вот этих бичёрских крипов ещё отойдёт ему. А так, в принципе, будет готов Даггер. А всё, есть деньги на Даггер. Бон Севен интерес здесь потерял. Ну, и что у нас? Пошёл замес на нижнем лайн. Этернал Энви поймали. Этернал Энви просто здесь толпой развалит. Кулдаун по двоим. Гардер агрессив. Так, Бон Севен. Не знает, за кого вообще взяться. Ноутейл просветка по Гардеру. Ну, и Мизери лоу-кпешный. Мизери под ноги себе Мистик Флеер. Мизери просто догорел. По итогу этого файта размен пока что 2 в 3. Ой, 2 в 1 точнее. И в итоге 3 в 1 в пользу команды ЭЦД. Вот и начался переворот. Спрашивали, когда закончится эта катка. Вот этими минус 4 катка может, в принципе, к завершению подойти. Выфармливали, выфармливали. 3000 было преимущество команды Клауд Найн. И где это всё просто в канализацию. Спущенная. 2 800 по голде. ЭЦД в этом файте зарабатывает. 3 300 по экспириенсу. Счёт становится 5-4. Приехали. Вот вам и Клауда. Вот вам и Ноутейл. Вот вам и вообще всё, что предрекали Клаудам. Вечно вторые. Поздно уже. Говорите, вечно вторых. Вы понимаете, что такое вторые на этом? Мне задали просто вопрос. Там проклятие вечно вторых Клаудов. Как думаешь на этом Интернешнале? Я думаю, что это не проклятие. Это просто небесный подарок был бы для команды Клауд Найн. Занять второе место на этом турнире. Вы там на призовые посмотрите вообще. Ещё раз говорю, ещё раз. Посмотрите на призовые. Там за второе место. Триллион вообще ореховых листочков даётся. Клауда с трёх с половиной скатываются в до полторы преимущества. Ну и это так, постольку поскольку. Их преимущества в полторы, потому что динамика строго вниз. И цидеки раз перевернули через файт всю катку. Могут и второй раз. По голде. Клауда 400. По экспири... Выигрывали теперь цидеки. Переди по экспириенсу. Ждём от Ноутейла врыв. Релокейт в принципе есть. Команда Клауд Найн подпушила в лице одного Этернала Энви по Т2. Будут ведь на себя байтить. По идее, кто-то должен подходить дефать. Я думаю, цидеки готовы на самом деле. Здесь агрессив пошёл у нас через Тревелап. Собираться на Дефьюжил Блейд. Вообще забил. Понял, что и так всё хорошо. Ни у него ни Владмера, ни Дефьюжил Блейдов. Он просто сам по себе фармит. И всё пока неплохо у него. Так, ну и Фантом Ланцер полетел на своей позиции. Агрессив причём вернулся на базу. На Т2 забил. На Т3 не стал прилетать. Маны нет. Ну его нафиг вообще файтится с теми Клаудами. Хрен знает, что от них ожидать. Абсолютно согласен. Они одну игру сливают в хламину абсолютную. Вторую вытаскивают на ранних минутах. А потом опять её сливают. А потом опять вытаскивают и опять сливают. Это уже в сетке лузеров, скорее всего. Тут вообще на Клаудов я бы не залил никоим образом. Как и в любом другом матче Клаудов. Тут уж так. А Боун Севен у нас уже с Даггером. И после Даггера 900. Кстати, давайте. Падам-пам-пам. Модный приговор. По шмоткам. Этернал Энви. Приобретает себе Сэнш. Есть у него Драма Фендеранс. Есть Стринга Факвила. И немножко остаётся до Сэнжиньяши. Для Этернал Энви. Фата уже после Даггера тысячу голды себе заимел. Теперь пора и об Латстоуне подумать. Пришло время подумать о чём-то вечном. Нолл Тейл. Боттл есть. Есть у него Клак. Есть у Урнов Шадоуз. Мизери. Транквил Буци. Нул Талисман. И, кстати, для Скайра Смага это, знаете ли, немало. Обычно Скайра Смаги к 45-й, там, не знаю, 78-й минуте могут с таким же Затаром бегать. И ничего. И слова им никто кривого не скажет. Блингдаггер есть у Легион Коммандера. Угрклаб для Баунсевена тоже прилетает. Готовится выйти в БКБ, как я понимаю. А Вичдоктор от Цидеков. Урнов Шадоуз есть. Чейнмейл есть. Для ВД. Скорее всего там что-то... Да я даже не знаю, кстати. Может медальон будет. А может до Мики дорастёт ВД. Хотя нет, там Экзет уже с Меккой, да. Значит, будет медальон в Кураж, дальше Солар Крест, что-то вот по типу этого. Дарксир с Меккой. У Дарксира 2000 есть на руках. И так как инициативу Цидеки захватили, я думаю, что пора и Дарксиру задуматься о Даггере. Так же, как о нём Баунсевен тут задумался и не зря. Гардер. Под Этернал Энви. Поднимает Этернал Энви. Весь раскаст от Шики. Нет здесь больше Этернал Энви, как я понимаю. Так, пошёл здесь Хилунас от... От Легион Коммандер. Пока что размен просто один в один. Но у Цидекам не так всё легко даётся, как думал. Вроде нормально. Стенка, стяжка. Всё достаточно неплохо у Цидек случилось. Ну, у Этернал Энви огрызнулся. Его пришли забирать. Забрали в итоге. Посмотрите, кого. Вопросы есть ещё. Ну, понятно. В таком замесе Виспа лопнуть это просто элементарно. Его взрывной волной должно было разорвать. Но сам факт. Ну, Тейл умер. И факт остаётся фактом. Так, ну и шматьё. Давайте досмотрим по команде Цидек. Есть уже Юл. Поинт... Всё-таки... Да, всё-таки не Юл. Всё-таки... Блин, не Юл. Всё-таки не Аганим для Лина. Купила Поинт Бустера, а дальше собрала Юл. Потому что Шики поднял деньжищ. Понял, что можно всё теперь по порядку делать. Горячку не пороть. В Аганим не лезть. И так всё нормально. Ну и только теперь будет приобретать Аганим. Осталось ему полтора ка до данного артефакта. У Гардера уже есть Става Физа Три. Имеется Ринко Фрик Генф и Тэм Билдей. Ну и будет собираться Форд Став. При учёте того, что Этернал Энви через кулдаун тут чуть ли не разорвать. Может Фантом Лансера того же. Я думаю, полезно. Не для себя, так для друзей по команде. Ну и Агрессив на данный момент уже приобретает себе два Блэйта Фалакрити. Есть у него 330 на руках. Boots of Travel, Drum of Endurance. По чуть-чуть всего-всего-всего. 21 минута сыграно. И Клауда своё преимущество отправили в унитаз. У них сейчас отставание. 500 по голоде и по экспириенции 1000 в пользу команды ЦДК. Вот и пожалуйста. Вот они, китайцы, ноунеймы. Прилетели ребята. Кто такие? Как называются? Тут Клауда великий с Snowtail. Тоже, знаете ли, понятие неконечное касательно звёзд европейской Доты, СНГ. Любой Доты. Я смотрю, только китайцев время щадит больше всех. Сяуэйт продолжает жечь. Всё у него хорошо, несмотря на опыт. Не поплавило его. Хотя и Пупей, посмотрите на Пупея. Да ему же миллион лет уже. Он уже, он седой там, после игры в Na'Vi. Ушёл просто стариком. Пришёл, пацану было 15, ушёл, встало 94, по всем внутренним ощущениям, наверное. Ничего, и тащит, пацан. Тащит. Значит, всё-таки фишка индивидуальная. Кстати, на возраста. Нет такого, что там до 26, и всё, и точка, и конец. И выбирай какую-нибудь другую игру, например, там, Скраббл. Сиди, складывая слова, или в домино с дедами во дворе лупи. Цедек потеряли своё преимущество по голоде, теперь в ноль скатились. И по экспириенсу Цедек тоже потеряли полторы тысячи. Файт продолжается. Этернал Энви прилетел за Фантом Лансером, Фантом Лансер ушёл отсюда. Я с тобой драться Этернал Энви не собираюсь. У Энви уже есть тысяча голды после Санжин Яши. Кстати, нормальный фарм, гиро первое место, топнет ворс, обгоняет на два куска агрессива на ПЛ. Ну, диффуза появится, теперь хоть какой-никакой дэмэдж у ПЛ будет. До этого же ПЛ чем бил? Я не знаю, просто собственным эго и либидо пытался расковырять своих оппонентов. Там на дэмэдж просто ничего у Фантом Лансера не было вообще. Теперь хоть как-то какие-то артефакты появляются. Диффуза уже неприятность. Например, на того же Виспа. Будет ему больно. Будет очень больно Скайрос Магу. И нифига Скайрос Маг сделать не сможет. Мистик Флеер против Фантом Лансера. Это все бесполезняк и полнейшая пех. Доппер Гангер от Фантом Лансера. И по сути разваливается Мизери. Ну и теперь, конечно, опаснее становится Фантом Лансер. А что будет в лейте, я даже боюсь представить. Если там жесткий перефарм от Гирокоптера не будет, если сейчас файты не начнут выигрывать Клоуда, то ничем хорошим для них эта игра не закончится. Этернал Энвей подсветил его Гардер. Агрессив побежал уже. Барабаны провязал, они просто побежали бить. Трек висит на Этернал Энвей. Все, трек сбросили. На Фату врыв. Фата сейчас будет, в принципе, без маны. Фату разваливают. Фат отъезжает в таверну. Ну и пожалуйста. Просто побежали и убили ЦДК. А Клоудавли, я не знаю, как... Какие-то котята на дереве просто стоят, смотрят и не туда, и не сюда. Они все, что могут, это на месте стоять, топтаться. ЦДК идут и просто, я не знаю, с силой какой-то неожиданной энергии, которую они выплескивают, разваливают своих оппонентов. Они сейчас, по сути, являются фаворитами. Кто бы сказал, да, что... Там, неделю назад еще кто бы сказал, что ЦДК идут фаворитами в матче против Клоудов. Нет, в жизни нет. Ну и такие моменты, конечно, приятно наблюдать. Так творится история, реальная история Доты. То есть мы, я, вы, ты, он... Все абсолютно являемся свидетелями рождения, по сути, хорошей команды. И если ЦДК займет какое-то топовое место, то разговоров о ней будет очень много. Звучит не очень. Произносить неудобно ЦДК-ЦДК. Но это для СНГшного языка неудобно. А для китайцев самое оно. Как бы ни называлась команда, если она хорошо играет, то ее любят. Хоть Ньюби даже, я не знаю. На Этернал Энли пошел врыв. Все. Диффюжал Блейд. Произвали на Этернал Энли. Уже надо какая-то хелпа. Уже надо где-то тратить тот же хилл от Легионки. Ну и не очень удачная стенка, кстати, от Икзеда. У Ла Фриплика вообще не алло. Сбивают Айгу в итоге Фантом Лансеру. Дальше за Нол Тейлом. Нол Тейла поднимает ветра. И все. Нол Тейл здесь, скорее всего, и остался. Нол Тейл отправляется в таверну. 6-8 становится счет. Погоня идет за Мизери. Сейчас Допперганг... Спирит Ланс просто в Мизери влетает. И Мизери отваливается. Сайленс пошел по агрессиву. Агрессив спокойно себя чувствует. Это, кстати, сейчас до появления Манта Стайла на Агрессиве. После этого, в принципе, ничем вообще его не поймать. Ничем не застопить. Сада даешь на него. Он юзает иллюзии благодаря Манта Стайлу. После этого юзает Доппергангер. И просто берет тебе лицо и делит на 8 частей. 2000 по голде уже впереди команда Цедек. И по экспириенсу они тоже почти на 2000 обережают своих оппонентов. Ну и, ребят, кстати, если сидите в топовом количестве, огромная просьба. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Вам бесплатно. Это бесплатно, безболезненно. Уголовное счастье, ненаказуемое. Подписывайтесь. С удовольствием буду наблюдать. Если не вас лично, то хотя бы цифра. Если лично останетесь, буду премного благодарен. Ну и, конечно же, заходите в наши соцсети, группа ВКонтакте, канал на Ютубе. Все повторы всех матчей выкладываются там. Сайт наш опубликован не так давно. Тут порядка недели все это внизу. И, пожалуйста, это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Все это при поддержке Team Empire. Собственно, под паттернатом Empire TV. Поэтому я думаю, что и знакомые слова среди всего того шлака, что я сказал, вы разобрали. Ну и ЦДЕК. Дальше продолжают давить у нас по топ-лейну. Точнее, ЦДЕК. Давить ЦДЕК здесь в винительном падеже используется. Давить кого что. Команду ЦДЕК. Четыре с копейками в пользу китайского коллектива. И по экспириенсу они выигрывают. Три с копейками тоже. Так, ну что, пошел замес у нас в лесу ЦДЕКов. Очень быстро с Баунти Хантером разобрались. Тут влили в него дофига всего. Хотя Этернал Энви не потратил кулдаун пока еще. У него есть БКБ 10 секундный. Он, в принципе, бравый. Тут разваливаться просто так не должен. Бон Севен уже агрессивничать начал. Поверили в себя Клауда. А че спрашивается? Че? 631 по голде. 932 по экспириенсу в их пользу. Ну и по фрагам они проигрывают, тем не менее. 7-9 счет. Да и по фарму выйдите. 4К по золоту и почти 4К по экспириенсу в пользу команды ЦДЕК. Комментирует норм, но не любит клоудов. Вроде и такое чувство, что за китайцев болеет. Ребят, честное слово, болею за китайцев. Вот врать не буду. Не то, чтобы я не любил клоудов, просто они удивили меня. Это открытие этого интернешнала. Мне нравятся молодые коллективы, которые какую-то свежесть и долю неожиданности вообще вносят в устаканившуюся абсолютно профессиональную сцену доты. Кто ждал от ЦДЕКов чего хорошего? Я сижу, жду. Мне нравится команда. Мне кажется, что поддержка именно таких коллективов это правильная вещь. А так вы посмотрите. Никто новичков не любит. Всех называют бомжами. То, что за команда. Бомжи какие-то китайские. Что за комментатор новый. Какой-то друг, бомж, какой-то бич, что комментит. Ну, то есть, это гнилая тема абсолютно. И печально, что ей подвергаются абсолютно все. Просто это из троллинга перерастает в шлаг. В итоге это становится не свежо, не интересно. И становится просто... Как бы от своей банальности перестает веять троллингам и всем остальным. В частности, тут к писькам тоже возвращаясь. Поэтому новую команду обычно никто не воспринимает, как любые новые медийные лица в дота-сцене. Поэтому я топлю за цедеков. Мне кажется, что они могли бы зажечь, и они уже отжигают. Они уже отжигают. А клауда просто не оправдывают возложенных на них надежд. Вот поэтому и терпят. Может потому, что цедеки чересчур сильны. И на их фоне клауда не всплывают. Может быть. Но я так особой любви какой-то к этому коллективу никогда не пихаю. Ну и цедек 4 с копейками продолжает лидировать. По золоту и по экспириенсу тоже. Ну и в это время тут подпушили крипы уже прямо под хг команды цедек на топе. Так, давайте по артефактам пробежимся. Почти 30 минут уже сыграны. Второй, кстати, матч, который длится уже часа, не знаю, два, наверное. Гирокоптер. Уже с Энжиньяшей. Есть БКБ. У Этернал Энви 3. Куска есть на руках у него. Зевс. В принципе, деньги уже есть у Фаты на приобретение Бладстоуна, но он как-то отнекивается от него. Возможно, это будет сразу же купленный Актеринкор для Фаты. Тоже вариант очень даже не кислый. С учетом того, что как режется КД, и нормально Фата будет по ХП поднимать при удачном раскасте. Скорее всего, Актеринкор. Иначе давным-давно уже Бладстоун себе купил. У него хватает давным-давно. У Ноутейла есть уже Глимеркейп, есть у него Урн оф Шадоус, есть Боттл, Даст оф Пиренс. Ну, всякие мелочные артефакты тоже имеются. Скоро Смак. Пхух, нифига себе мизерия. После двух тунталисманов Ставфа Физдедри еще себе приобрел... Не знаю, глянь, может это Рот оф Атос, может это будет палка-толкалка, как попрет. Ну и Легион Командор от Боун Севена с БКБ уже на данный момент. Пока что по артефактам все. Ну и Фандом Лансер от Команды Цедек. По идее, этот парень не должен отпускать никого из Клоудов. У него уже есть Тривер, рецепт на Тараску и очень скоро появится Виталити Бустер. Есть Дефюжиал Блейд, ну и всего по чуть-чуть. Лина от Шики. Вот кто за Бладстоун здесь отвечает. Так, пошел у нас... Пошло перемещение команды Цедек сразу же на свой ХГ. Потому что Крипы тут под Медлэйн подпушили и есть подозрение, что Клоуда решат додавить. Так, Лину мы видели, да? Юул, Бладстоун. Так что ты со мной делаешь? Ша Лина. Это Пойнт Бустер, который в Бладстоун Пойнт Бустер. Я первый раз думал там с Аганимом будет вопрос у Лины. Она купила Юул. Второй раз думай. Вот сейчас, точно, вот сейчас, точно, точно, точно сейчас будет Аганим. Вот сто процентов. Смотри, смотри, смотри. Смотри на Бладстоун. Смотри, как комментатор опять облажался. Спасибо тебе, Шики, огромное. Открытка уже полетела в твой родной город. Баунти Хантер. Форс Став есть. Аркан Буци тоже есть у Гардера. Ну и где там Дарк Сиру? У Дарк Сира есть Гуардиан Грифс. У него есть Блинг Даггер. У него есть Солу Ринг. В принципе, всего предостаточно. 32-ая минута. Цидеки не спускаются ниже 4К по Галде. Ну и чуть-чуть опустились по Экспириенсу. Клаудам надо давить. По идее, в лейте Фантом Лансер просто с землей сравняет весь состав команды Клауд Найн. А куда пошла она Гардера? Зарабатывает здесь Легион Коммандер. Дополнительный дэмэдж на агрессив отрыв. У него есть Тараска. Но главное здесь не подставляться. Может, если он не хочет отъехать. Экзет лохэпэшный. Этернал Энви напиливает по Экзету. Экзет в итоге выхиливается. Благодаря Вуду Рестерейшн от Кью. Агрессив дальше за Этернал Энви. Просто иллюзиями пилит. Поднимают Бон Севена. Будут Легион Коммандер, скорее всего, сбривать. Так и получил. Легион Коммандер в таверну. В итоге размен 2 в 1. И Цидек, по идее, останутся здесь в плюсе. Надо бежать команде Клауд Найн. Тут просто так не пофайтишься. У Этернал Энви. Вот кто фармит, так это, конечно, Этернал Энви. Тут в скеле не откажешь ему никоим образом. Уже есть иглу Сонг у него. Совсем чуть-чуть остается до Талисманов Эвейджен. Ну и останется копейки, по большому счету. Тут 1400 и будет Баттерфляй. Ну и Фантом Лансеру придется думать все-таки о появлении МКБ. С нормальным фармом агрессив, в общем-то, и с МКБ будет. Это, вот знаете, такой вариант героя. Что ни впихни в него. Все хорошо. Манки Кинг Барр, пожалуйста. А в скаде, да великолепно заходит. Хорошо. Будет, не знаю, Линкен Сфера, ну, конченый, как бы, но все равно зайдет. Все хорошо. Поэтому ПЛ, конечно, всеядный абсолютно. И с любым вообще раз фармом. Я даже не знаю, что бы покупать. Разве что как на Гусайрен от Санейка. Актерин Корр, если ему купить, тогда можно катку заруинить. А так, любые нормальные артефакты на Агилити или на Стрэндж, которые идут, заходят 100%. Да и буст по дамаге, там, криты это будут, или это будет замедление какое-то. Абсолютно без разницы. Все хорошо на Пейла ложится. Ну и на Рошана заходит команда Клауд Найн. Пока что топчутся. Роху бить не стали. Смок с них не спадает. Ну и на Секрет Шоп идут. Этернал Энви. Первый стоял, отошел. Ну и теперь надо на Роху перемещаться. Не дождутся они здесь никого. Вряд ли у Седек то ли Чуйка, то ли там, не знаю. Инфа какая прошла, я так не понял. Ну и на Рошана перемещается команда Клауд Найн. Все, Седеки поняли, в чем дело. У китайцев нюх. У китайцев пошли. Запахло где-то жареным Рошаном. Надо врываться, надо файтиться. Этернал Энви ловит. Ну и посмотрите, что ПЛ творит с Этернал Энви. Этернал Энви просто в панике начинает бегать. Ай, бить ракету, бить ракету. Агрессив поймал Стан ненадолго. Команда Клауд Найн просто в рассыпную. Они не хотят в сетку лузеров. Там крысы, там воняет, там канализация. Там антисанитария, я не знаю. Там тараканы ползают. В сетке лузеров никому не нравится. Никто не хочет туда попадать. Поэтому, конечно, понятно, что они здесь будут цепляться за любые шансы остаться среди элиты этого Интернешнала, который на секундочку за кучу бабок сражается. Форстаф есть уже у Мизери. 2-0 Талисман, Транквил Буци. Мизери в порядке абсолютно. Ноутейл, Глимер Кей, Пурн оф Шадоуз. Пока больше ничего не появлялось. Но тут то ли ворды, то ли что-то не очень понятно. Так, у нас пошел врыв в лесу команды Клауд Найн. В праве зале уже кулдаун игроки команды Клауд Найн. Шики развалили. Шики сразу же байбэкнулся. Агрессив старается фатиться. Он лох-хпшный. Его раскатили. Агрессив Доппельгангер пытается свалить отсюда. У него есть Хадроф Тараскист. И уйти в кусты. Он тут всех через 5 секунд просто распилит. Сейчас начнет хп регенится. Все, по 90 в секунду Фантом Лансера. И он просто пытается выжить максимально долго. Спирит Ланс пошел в Ноутейла. Ноутейл разорвало его, бедняжку. Ну и все. Цидеки выхилили Фантом Лансера. И просто бежать теперь за всеми. Даггер есть ли, нет ли. Непонятно. Лина, по идее, кого-то сейчас будет поднимать. Думаю, Этернал Энви. Да, так и есть. Этернал Энви. Под ноги ему стан не прошел. Ловит Этернал Энви. У него нет Аэги. Его разбирают еще до появления Баттерпляя. Команда Цидек просто делает минус 4. На тупом вообще. Ноутейм китайцы. Побежали. Взяли европейскую элиту. Ну и пожалуйста, вот учитесь, как бы ребята говорят. С9 нет. Наверное нет. Все-таки нет в этом матче. Если говорят, что я топлю за китайцев, как не топить за них. Злые, голодные, агрессивные, маленькие китайцы. Как за них не топить? И все предрекали опять же. Тут просто, не знаю, какое-то... Ну, некое такое подобие чего-то бунтавского здесь хочется. Никогда не хочется думать так, как думает большинство. Комьюнити. А все предрекали потрясающий триумф. Европейская дота, СНГ доты. А тут на тебе, придут вообще кто? Ни Ньюби, ни IG, ни LGD. Сяои там здесь не пахнет в команде Цидек. Они просто идут и разваливают. Это что-то, знаете ли, феноменальное. ЕГЭ, Сикреты, не знаю. Очень интересно будет посмотреть, как Цидек будет смотреться против... В частности, Team Secret. Вот, очень интересно. Если я не ошибаюсь, они где-то там должны встретиться. Сейчас турнирную таблицу гляну. Посмотрю, скажу, что там помню. Так, 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 Цидек... А нет, Цидек выходит на LGD. Только потом с Сикретами смогут встретиться. Там Сикреты, по идее, на ЕГЭ выходят, если я правильно считаю победителей в парах. Цидек играет против Клоудов. Я думаю, что Цидек, если не на тупе, то эту катку, по идее, выигрывают. Выходят на LGD. Команда ЕГЭ играет против Комплексити. Там американская дерби. И после этого Сикреты играют против ЕХОМ. На Колов. Точнее, на ЕГЭ я бы не поставил, потому что Колы такая же, в принципе. Такой же код в мешке, как и команда Цидек. Хрен знает, что от них ждать. Вот, а команда Сикрет ЕХОМов, скорее всего, раздавит просто в труху. Ну и продолжаем наблюдать за этим матчем. 38-я минута у нас уже сыграна. Фантом Лансер приобретает себе Яшу. Удивительно. Но факт, ПЛ покупает Яшу после 38-й минуты. После уже собранных Дефюжил Блейд, Харт оф Тараск, Бутс оф Трайвел есть у Агрессива. И он только потом приобретает Яшу. Понял, что с каким-то Салом надо справляться. Потому что раз, и ПЛ почему-то без Хеллс Пойнтов обходится. Оказывается. Ну и это Пойнт Бустер, скажи мне, пожалуйста, дорогой Шики. Это Пойнт Бустер. На Аганим я даже не буду предположение строить. Но сейчас будет 3К у него, и надо посмотреть. Аганим это или сейчас опять Актеринкор какой-то появится? Или вообще просто против системы идет у нас Шики, и Аганим, в принципе, на Лину не собирает. В прошлом матче собирал. Сейчас, я смотрю, он просто такое ощущение, что со мной забился. Все. Это Аганим, это провал Шики, я выиграл. Гардера увидели. Гардера в лесу будут пытаться ловить. Просветка пошла по Баунти Хантеру. Здесь первая врывается Алина. Поднимает у нас весь пас. Лайт Стрекеры под ноги. Ноутейл рассыпается даже без Лагуна Блэйда. Алина его не тратит, чтобы КД тут не испортить себе. Все-таки Аганим летит. Ну и минус 1 делает команда ЦДек. Почему умер Ноутейл? Потому что Ноутейл в порядке. Так, в порядке правила у нас Ноутейл умер на самом деле. Команда ЦДек выходит на нижний лайн. Они уже выигрывают по голоде 11. И по экспириенсу они тоже до 12 тысяч свое преимущество увеличивают. 40 минут им понадобилось, чтобы катку превратить из какого-то триумфа Клаудов в полнейший ужас для команды Клауд Найн. Они не считались фаворитами, еще раз повторю. Но так вообще безапелляционно сливать, тоже никто не думал, что они смогут. Набрали себе то, чем умеют играть. И в их собственную доту их и наказывают. Гирокоптер, супер-пупер керри. И Гирокоптер сейчас вот Фантом Лансер. Естественно, Фантом Лансер еще больше имба, но Гира не вывозит на его фон. Фантом Лансер без МКБ, а Гирокоптер с Баттерфляем, но ему не хватает этого. Этернал Энви по фарму уже проигрывает агрессиву. Но ВПЛ начинает просто давить географически команду Клауд Найн. Зашли за арику игроки команды Цедек. Где-то сейчас обоснуются во вражеском лесу. Что остается для фарма Этернал Энви? Вообще ничего. Просто своих динайдить. Других вариков я и не вижу, в принципе. Но Этернал Энви продолжает фармить. Тем не менее, после Баттерфляя появляется 2200 у него. 18-й левелом. Кстати, а сколько Этернал Энви тут левелов? 21 у Агрессив. Ой, Этернал Энви. Этернал Энви 18-й. Агрессив 21-го левела. Но я думаю, Цедеки еще немножко и должны идти заканчивать данный матч. У них появляются дополнительные, вспомогательные артефакты, которые Фантом Лансера в машину для убийства превращают. Это, в частности, Владмер на Баунти Хантере. Вот это Скади... Ой, не Скади, а Манта Стайл. Это я опережаю события. Манта Стайл есть на Агрессиве. И, скорее всего, Скади будет следующим артефактом. Мне почему-то кажется. Может, даже и забьет на Манки Кинг Бар. Видно было, что и без МКБ Агрессив сливает у нас бедняжку Геррокоптера. То есть, просто лишает ему маны вместе с этим и хелспоинтов. И очень больно Геррокоптеру от всего этого. А укрепляться Фантом Лансеру почему бы и нет? Я думаю, если все хорошо будет под деньгом, то, наверное, на МКБ все-таки Агрессив забьет. Дэмэджа и так передостаточно будет вместе со Скади. Ну и Клоуд Найн заходит в это время на хайграунд. Этернал Энви решил побыковать немножко. Ну и ничего. Как зашел, так и ушел отсюда. Причем все Клоуда почему-то уходят пешком. Никто никуда не улетает. Ну и ЦДеки отступили. Поэтому пешком и уходят. 15К в пользу команды ЦДек. По экспириенсу 14К тоже в пользу коллектива ЦДек. Ну и 43-я минута у нас продолжается. Давайте смотреть, кто вообще на что собирается. Теперь, я думаю, уже надо переключиться на вот таких вот красных Скорпионов. Супер-убийц. Жан-Клодов, Ван Даммов и Сильвестеров Сталлоне с одной и с другой стороны. Те, кто будут толпы выносить. Агрессив со стороны команды ЦДек, конечно же. Ну и здесь супергерой. Это Геррокоптер. 3-800 есть у Гера на руках. 3-900 даже, наверное, это будет укрепление в ХП. Я думаю, в принципе, я думаю, что здесь надо сначала домик приобретать. После этого приобретать Сатаник Геррокоптеру. Потому что по ХП проседает и не успевает ни вытолкнуть его. Ни как-то подсейвить тиммейта. И БКБ не спасает. Ну и здесь, скорее всего, замедление будет от агрессива. Еще раз повторюсь, мне кажется, что те же барабаны можно на Айовскаде поменять. Вот, пожалуйста. Агрессив смотрит стрим, агрессив слушает. Агрессив красавчик. 4-400 у него на руках, орпов в винном есть. Осталось... тут всего ничего. Сколько осталось? Осталось... Тысячу голдын насобирать агрессиву, и у него будет готов Айовскаде. И что потом ты с ним будешь делать, кроме как стоять и мерзнуть? Вообще ничего. 17 кусков цедек, и 15 по экспириенсу тоже в пользу китайского коллектива. Но и Геррокоптеры. Варианты для эскейпов, конечно же, есть. Они всегда есть, когда у тебя в тиме есть Геррокоптер. Вот он, вариант для эскейпа. Это Дивайн Рапир. А на Геррокоптере. 4-900 у него есть, наверное, поэтому сейчас Этернал Энви ничего не покупает и ищет варианты приобрести Рапирку. Мне так кажется, нет. Этернал Энви покупает себе два Джевелина. И он думает, что МКБ здесь его спасет. Окей, я абсолютно не против. Он там думает, я думаю, здесь. Он там думает, что спасет. Здесь, мне кажется, что Фантом Лансер его просто-напросто уничтожит. У него уже есть Айовскаде. И у него 3600 хп. У него 26 дефа без артефактов на деф. Никто не собирал еще Кирасу здесь. Соберет Кирасу здесь Дарксир, например. И что будет твориться потом? Как разваливать надо будет Фантом Лансера? Чем его убивать? Вот эта хрень продастся и приобретется... Ну, не бабочка, допустим, а... Какие-нибудь криты и Фантом Лансер, по сути, соло просто разрывает всю тему Cloud9. 24700 у него, 22 у Герокоптера. Герокоптер хорошо расфармил. У него практически топ-нетворст на карте. Он жесткий, сильный, хороший. Но здесь 5 выстрелов Флэгкэннона. 6. 6 выстрелов и все это через Дуффельгангер. Может, да и выйдет. Чем дальше Eternal Envy будет иллюзией контрить, я не понимаю. Да и вообще, чем их контрить в составе команды Cloud9. Есть проблема, конечно, есть над чем задуматься к Клаудам. Так, выходит в смаке здесь Шики. Шики видит Eternal Envy, а Eternal Envy Шики не видит. И Eternal Envy просто нафтекозе, когда Шики на него нападает. Минус Eternal Envy. И вся та голда, все это потрясающее преимущество. Команды Cloud9 просто скатывается в трубу. 70 секунд не будет Eternal Envy. Сейчас по-хорошему можно было бы идти и просто разносить всех в хлам. Возвращается NoTail, ну потому что он был обязан по договору с Релокейтом. По всем условиям Релокейта, написанным мелким шрифтом в договоре. Если ты кого-то уносишь, ты сам возвращаешься и мы тебе бьем таблицу. Это классика. В принципе, всех Веспов на Тони и Веспы. Ну и появляется уже Персик. У Шики это значит будет... Да, это значит Линкен Сфера на Шике. Появится, а агрессив тоже потратил на что-то денежки. Нет, пока ни на что не потратил. 2к у него на руках. Ну и все, цедеки заходят на хайграунд. Eternal Envy нет 30 секунд, байбеков у него нет. Где этот фарм? Что с лицом Eternal? Вообще не ясно. Фармил, фармил и просто провтыкал момент, когда Шики на него прыгает. Там не было обессилблейдов, там нифига в него не впулили. Он просто на одну секунду отвлекся. И отсутствие концентрации уничтожило все шансы команды Cloud9 на то, чтобы выиграть данное противостояние. Я думаю, Best of 3 уже сейчас будет заканчиваться. Мидлейн падает. Все внешние товара упали, поэтому можно перемещаться на другие лайны. После центральной линии вниз отправляется агрессив. Появляется уже Гирокоптер. Ну и глянем сейчас, как Гирокоптер будет смотреться. Bone7 под БКБ Eternal Envy. Тоже под Блоким Баром. Врыв на агрессива. Скорее всего и развалит его. Ну и Лина просто как из пулемета по Bone7. Разваливают Bone7. Летит уже Phantom Lancer в этот файт. И где ты, где ты, где ты? Вот он Phantom Lancer. Он с мидлейна просто ныряет вниз. Байбек от команды CEDEC. Но он вполне оправданный байбек, потому что сейчас великолепные проблемы будут у Гирокоптера. Ну и пошла жестянка абсолютная в Гиро. Гиро умирает. Байбек у Гиро теперь есть Eternal Envy при денежках. Ну и команда Cloud9 просто не выдерживает сердца ветеранов Доты. Они не вечные. Не вечные. Тут просто так не справиться. Вот он, молодой дух. Абсолютно свежая мысль. Абсолютно свежее видение Доты в принципе. Ну и движение какое-то, в общем-то, нестандартное для Доты. Они практически без ошибок играют. CEDEC еще не научились ошибаться и это просто прекрасно наблюдать. Я не топил конкретно за команду CEDEC и не ставил там на них денежки. Или наоборот там на Cloud9 не ставил. И горюю, что они не выигрывают. Нет, они мне просто импонируют гораздо больше, чем команда Cloud9. Как и, в общем-то, команда Cloud9 на фоне любой другой команды. Да простят меня ее болельщики. Ну что, друзья, не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Все это при поддержке Team Empire. Заходите в ВКонтакте нашу группу. Соответственно, тоже подписывайтесь. Все абсолютно стримы, все новости, которые будут появляться касательно дальнейших бродкастов моих лично. Все это будет анонсировано в группе ВКонтакте. А все реплеи сыгранных матчей, все это будет выкладываться на канал на YouTube. И, конечно же, ВКонтакте тоже в группу. Поэтому везде рад вам. Буду премного. Заходите, оставайтесь. Впереди только интересное. Мы только начали свой путь. И пока вроде как все хорошо. Все, ребятки. Пока что небольшой перерыв. Следующий матч будет, я думаю, что минут через 10-15. Естественно, стрим мы не обрубаем. Остаемся все здесь. И следующий матч это команда Newby против команды MVP Phoenix. Выяснится, кто же выйдет на Team Empire. Кто составит им конкуренцию во втором раунде нижней сетки. И после этого сразу же команда Vichy Gaming будет играть против команды Na'Vi. Все. До связи. Далеко не расходитесь.